добрый день дорогие друзья мы решили отметиться в такой теме очень любопытной неназванная болезнь секретная она нас достала достала но смысле не нас с лизаветой которая вот там в правом углу маленьком окошечке она достала собственно уже человечество вот она посередке уже лизавета вот прекрасно выглядит в красном такого там как бы скажем комбинезоне хотят не комбинезон но в общем дорогие друзья значит неназванная болезнь какая секретная а болезнь к да да почему мы ее не называем тоже понятно потому что youtube блокирует и с очень угрожающими формулировками все это происходит поэтому мы ее не называем эту болезнь на самом деле она серьезнее чем кажется мы хотели бы в двух словах а ну в первой части коснуться о причинах возникновения этой болезни которые уже три года сырепствует и уносит жизни людей по всему миру но и также как лечиться вернее лечиться мы наверное не можем говорить потому что мы не медики мы можем говорить о профилактике наверно а тут мы имеем полное право а а да 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 тут мы имеем болтая права потому что профилактика в общем а поскольку как говорил незабвенный остат бендер вернее писали о нем в его книжке вернее в него книжки а золотой теленок вернее 12 стульев дело спасения утопающих дело самих утопающих дело рук самих утопающих поэтому собственно если какие-то причины не позволяют политкорректным медикам за рубежом ну и у нас тоже называть ставить точки над и называть вещи своими именами то мы можем себе позволить такую роскошь единственная наша роскошь может тут же ограничиться эффектом как бы скапсулирования поскольку это роскошь она не выйдет за пределы наших привитивных разговоров еще раз повторю сми и прочие разные средства массовой информации нету тему блокирует но я думаю по указке из-за океана поскольку наша дума и наши там спецслужбы они в общем то решились решились таки открыть где-то года по моему год назад полтора года назад правду по этому заболеванию но тут же напоролись на очень неприятные последствия какие именно но все там госдумовские сайты в многие из них они в общем используют ресурс ютуба и других его платформ и понятно там возникла угроза ареста угроза того что удалят аккаунты угроза всяких там угроз и в общем даже госдума и всякие службы наши они собственно не готовы с таким были встретиться очевидно поэтому волна как-то на нет сошла ну так что же мы можем сказать нового про кави на это это вырезать это вырезать да про кэ да значит про болезнь кэ значит что нового нового только одно что люди болеют и умирают они сначала чихают потом они кашляют потом они сморкаются потом они в общем у них грудной кашель а потом значит ну не все понятно но многие из них вот как-то по нарастающей это идет через четыре пять месяцев болезнь возвращается почему она возвращается тоже понятно потому что тот иммунитет который человек получил он действует непродолжительное время видимо так и было задумано но немножко о причинах как мы знаем это болячка она появилась внезапно в китае но на самом деле скорее всего не он виновен и скорее всего не в этом а виновны разные так сказать лаборатории которые на западе занимаются уже давно всякими изобретениями всяких новых болячек подобного рода цель какая в общем подсократить численность населения я так подозреваю то есть теория социал дарвинизма она на чем собственно жиждется на на мальтузианском такой 3 3 ади это первая эпидемия войны голод ну и вот собственно говоря и все поэтому людей слишком много их надо подсократить и я уж не говорю о том что эти как как бы тот какая этика есть в общем эти кто страдает и уж конечно не до эстетики но это вообще античеловечная по моему практику устранять людей жизни но кто подвержен этой болячки но мы так бодренько конечно люди божилые которых иммунитет садится с возрастом это знаем это естественно в общем-то возрастная особенность но также те у кого хроника есть хронические разные болячки также в общем то мы еще раз повторяю не врачи мы так скажем врачи общественники как в той же книге незабвенной 12 история была сказана поэтому мы свое субъективное мнение выражаем никому его не навязываем как как она распространяется я думаю воздушно-капельным путем хотя есть всякие конспирологические версии по-другому ну на слизистую садить ценное количество в общем-то ну носители этой болячки принципе ну допустим их 10 тысяч села при чихе какого-то больного там в метро или в транспорте или там в автобусе где-то угодно но и тут же они конечно начинают размножаться слизистая для них питательная и уже через там я не знаю через несколько часов их не 10 тысяч а там условно говоря может быть миллиона может даже и 10 миллионов и через какое-то время начинают симптомы ну какие страдает местный иммунитет понятное дело то есть это в виде рези в горле насморка может проявляться конъюнктивита но это также может и как последствия уже будет перенесенных ранее заболеванием то есть они обостряются и в принципе людей все это вот свербит в носу во рту нехорошо им ну в принципе с этим они как-то там ходят день два потом но опять таки это отнюдь не полная картина у всех по-разному в зависимости от индивидуального особенности индивидуальной физиологии от особенности заболеваний которые человек ранее перенес и так далее там под а вот как не это представляется как врачу-общественнику так скажем врач в кавычках конечно вот и принципе да и дальше больше это все лезет в бронхи вниз туда спускается в легкие и заселяются уже конечно бронхолегочная часть наша альвеолы страдают и уже конечно там уже миллиарды этих частиц то есть вирусная нагрузка огромная и они попадают эти вирусные частицы видимо в кровоток но не видимо точно и плюс еще есть через пищу идет это через желудочно-кишечный тракт хотя собственно они должны уничтожаться всякими там моя не знаю говоря энзимами всякими там желудочными соками и всякими прочими но тем не менее через слизистую кишечника желудка все тоже проникает то есть это другой путь уже не воздушно-капельная вот через пишите какие-то предметы которые попадают в рот съедобную я надеюсь и люди так сказать таким образом заселяют себя свою пищеварительную систему оттуда все идет в кровь ну в общем такая вот негативная система она сказывается да да лиза 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 вот у нас она психолог практикующий и она тоже врач в кавычках общественник поэтому у меня нет специального образования но тем не менее она свое мнение ее мнение ценно так лиза слушаем я хочу добавить что у каждого твой период вот как вы говорите когда сверху болезнь опускается легкие бронхи и так далее тоже зависит от возраста от иммунитета подготовленности и в конце концов зависит наверно от страны где-то так скажем да болезнь к распространяется ведь когда мы вошли а вот в этот такой длительный блок так скажем запретов всевозможных да как этого небольшого мероприятия не буду его назвать а ведь есть статистика по странам хотя все то же самое казалось с шельцом если те же самые но почему-то одна страна подвергла этому больше степени а что не можешь как бы не говорить о том что психология и психика у одного народа одна а у другого другая то есть менталитет их разный вот это тоже имеет ну как бы тоже значение да потому что все все вот это вот наше так скажем ухо горло нос да это говорит о нашем самовыражении да как мы можем выражать свои чувства мы как мы можем радоваться и как мы можем брать и давать то есть когда вот этот вот брать брать давать симбиоз так скажем нарушается ведь именно в странах азиатских а люди они более я не скажу что они там роботизированы да но у них по-другому сложен быть они выходят на работу домой работа дом работа дом у них очень мало творчества они живут как бы как день сурка можно так сказать очень высокая стыда потому что люди но они не успевают радоваться даже деньги которые они зарабатывают принципе у них нет выходных у них очень мало общения с родными друзьями потому что время свободы очень ограничено вот и взять ту же самую бразилию я говорю по мировой статистике которая так же как и россия менее была подвержена на поле других остальных стран а потому что все таки вот эти вот они очень эмоциональные они творческие они привыкли выражать свои мысли то есть вот эта как бы чакра да и вишудха которая находится в горле так скажем она не заблокирована в принципе у них не заблокированы энергии человек свободно и хорошо так же как и у русского народа мы не привыкли молчать да мы в большей степени чем сильнее в своей импровизации что мы можем объединиться и непонятно откуда так скажем выстрелиться вот и эта статистика мировая по странам континентам государством ее тоже стоит учитывать потому что именно особенность психики и менталитет того или иного народа она показывает нам что кто-то менее подвержен заболеванию а кто-то более понятно и азиатские страны у которых полный тотальный контроль их быта они более подвержены потому что они привыкли делать то что они говорят вот такой хотел ремарк да отлично отлично дорогие друзья александр петрович подключился к нам а вы мы его видим он галстук одел рубашку белую он тоже врач общественник врач в кавычках вот мы ему сейчас дадим слово да ну в общем я хотел сказать александр петрович или вы хотите сказать или потом да это обязательно значит что могу сказать вообще-то потенциал а нет так иммунитет в большей степени зависит даже не столько от условий так сказать существования как от энергии как от энергии потенциал души а от энергии души кстати зависит ли быть в котором человек живет та или она значит цивилизация поэтому высокоразвитая личность она никогда не будет вот жить в условиях в условиях ну пиазы там антисанитарии и так далее да ну просто свыше ей не создадут такую программу футбол ну если только для каких-то либо испытаний поэтому молодые души вот они живут в Африке в Азии там еще где-то вот а более высокоразвитые души они живут в более цивилизованных странах поэтому и кажется что там болеют меньше еще раз повторяю чем выше института души тем у него больше иммунитет это можно определить по ауле если кто-то ее видит или на приборе посмотреть чем ближе аула фиолетового цвета ну синего аппарата да тем больше патенда между души соответственно и болеть человек той или иной болячкой будет меньше но вот эта болячка которая пришла я сам даже удивился то есть вот у меня аура я мерил она фиолетового цвета но в этом случае я тоже заболел то есть я ну примерно с одиннадцатого года вообще даже и нашего у меня не было а в этот раз я проболел ну целый месяц причем начнешь кашлять чихать а потом вот как прошло опять продолжаешь и так вот месяц сейчас вот только более-менее отнимался вот так вот так так что дорогие друзья видите у нас Елизавета и как бы и Александр Петрович они в нос несколько в нос про нос у них да вот вот а с чем связь качество связь качество да что-то вы тихо говорите сегодня в прошлый раз вы так орали а сегодня тихо не знаю еще раз скажите что да по-моему лучше думаете да ну хорошо пусть пусть да ну наверное так да значит что что мы имеем вот я хотел о практике поговорить немножко а как как мы лечились Диной Павловной ну тут у меня есть консультант медик которым мы уже лет 45 наверное вот вместе и мы в принципе когда это болячка началась мы с ней такую значит ей кто-то предложил как лечить берется ну не лечить а профилактику этого заболевания как вести только только оно началось 6 март до двадцатого года 2020 значит горячую кипятком заливаем 3 ложки столовой или 2 столовые две с половиной ложки соды пищевой вот сода я не знаю как ее вам показать вот она видна тут да надеюсь сода пищевая сода но обычная бата такая вот значит в этот чайник заварной с носиком на литр и дышала она накрывшись одеялом под ним через носик и вот так она дышала где-то часа два-три долго вот ну понятно что эти пары выходили они наверное не совсем были горячие такие но все же это пар конечно с обогащенной вот этой вот содой что такое сода это соль обработанная аммиачными всякими парами и аммиак очевидно он выделялся при этом ну еще плюс действие самой соли оно тоже очень важно было в общем она в этом больше разбирается поскольку она кандидат химических наук помимо всего прочего и она таким образом за три часа себе вылечила я же ей предложил способ улучшить я говорю ну чё с этой ингаляцией это конечно хорошо с ингаляцией и кстати она и я вот в начале в марте 2000 2020 вот эти симптомы все тоже переносили там до около окружения было до вот этого рези резкой в горле и так далее и тому подобное то есть стандартный конъюнктивит потом заложенность носа и там и так далее температура и уже позднее ну и всякие разные вещи я и предложил взять вот соду да вот эту же соду значит четверть чайной ложки вот я покажу людям чтобы они видели вот четверть чайной ложки соды 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 вот да видно да вот так вот значит берем берем и сюда же значит самотон есть такое средство самотон вот она самотон ну это травы экстракты эфирные масла входят туда пихтовые и прочее разные и сюда половинку то то же самое чтобы было ну как бы пополам пополам вот этого всего всего я вот так налью вот я налил то не знаю насколько вам видно вот не видно но не важно вообще, мы потом берем очень нет мы не съедаем мы не съедаем это все внутри во рту у нас во рту держится причем если мы просто вот соды вот так вот до ням нас будет разъезжать через пять минут горло будет першить от этой соды она разъедает но она она раздражающий эффект еще возникает и еще она конечно сдирает вот эту слизистую которая покрывает язык там горло гортани так далее изнутри она сдирает и начинает конечно все очень неприятно а тут мы смягчем них а вот этот вот эффект соды мы его смягчаем вот этим вот кремом в котором много масла экстрагированного с травами с хорошими травами это мелиса тысячелистник календула шалфей граммашка березовые сосновые почки в общем то мать и мачеха календула как я стал ну и поддорожника и так далее то есть там более 12 трав очень хороших которые способствуют вообще ну имеют антибактериальный эффект в общем хорошие показания ну и против всяких таких простудных заболеваний используются обычно так вот мы эту смесь мы ее держим во рту и вот так вот постоянно постоянно ее не проглатываем внутрь да вот как я сейчас сделал просто нельзя говорить и это самое держать это во рту поэтому вот так вот а держим во рту ну и вместе с членой это там вот все грубо говоря обволакиваем так ну и вот горло вот так вот как нас в детстве учили мама вот так вот делаем периодически чтобы нижние отдела глотки они тоже подверглись этому вот воздействию чтобы это не только во рту до в ротовой полости то же самое можно и в нос делать то есть мы аналогичную про цену в нос я не буду все совать соду сейчас но то же самое в общем принципе нормально я не знаю не абсолютно но даже я сейчас проглотил начала приятные ощущения абсолютно не потому что сода она вот не раздражает не раздражает слизистые абсолютно и можно хоть полчаса держать хоть час вот так вот и периодически ополаскивать горло вот этой вот жидкостью со слюной эффект какой но первый раз вот когда мы попробовали где-то мне хватило несколько раз я вот так по полчаса делал делал полтора часа чтобы все убрать вообще все никакого горла потом у меня не болело никакого насморка не было температуры не было никаких там никуда это не пошло в бронхи в легкие это не пошло никуда не пошло то есть на первой стадии когда верионов достаточно мало вот там десятки тысяч да и они семенили только область носоглотки дальше они не пошли не успели еще в общем я их всех купировал убил вот этой соды грубо говоря плюс вот этот экстракт место если его нет можно брать вот такой вот его тон крем для ног но это то же самое в принципе деревенский только но он тоже такой жирный вот для ног это не обращайте внимание в принципе можно любой детский крем взять жирный и в принципе смешать в конце концов можно подсолнечное масло даже взять вот я могу показать а вот у меня есть такой тоже значит ли ватона тоже бальзам и караваева как их тут показать что видно было да но видно вот тогда вот так его тон и вот этот пузыречки ватон и то же самое берете вот собственно говоря так вот открываете и и и обволакивает и плюс еще соды 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 за есть на высоты очень вкусно прекрасно то есть горло лучше не надо это это пища для горло вот и короче говоря вот таким образом проходит у меня проходила за где-то за полтора часа ну и следующие волны ковиты когда это идет чё ж у нас так шуршит там это у нас ирина фадеева шуршащая появилась вот надо отметить актандр иванович что это все эффективно когда начальная стадия и когда еще одну а все это зарождается так скажем эти бациллы в носоглотке пока не спустились в бронхи и так далее и так далее то есть ну на первых порах когда начинается вот эти симптомы незамогания да да это эффективное средство то есть не запустить эту болезнь туда ниже да болезнь к так скажем это очень важно да да потому что бывает что люди запустили уже процесс пошел три-четыре дня потом вспоминают что есть какие-то средства а уже поздно а уже поздно мне не помогло плохое средство посоветовать нет нет тут тут конечно надо на уперев на опережение действовать то есть надо на уделить внимание вот этому опережающему воздействию почему это важно потому что что же все слушать то так я выключил шуршащих а значит в принципе важно вот на опережение действует если мы хотим достичь эффекта то надо чем скорее тем лучше вот этим она особо никакой никаких противопоказаний под поскольку еще раз повторю соды это обычные экстра но как бы средства такие они как бат идут не ли как и не как лекарство как бат и поэтому мы это очень важно употреблять именно жиры потому что липидный слой который снаружи находится он очень важен если ты с утра до вечера умываешься вот это щелочью да но при этом правильно питаешься можешь как бы внутрь употреблять эти жиры но смываешь вот этот липидный слой с кожей кожа тоже имеет защитный эффект наше полотно мы тоже заболеваем то есть вам почему рекомендуют не мыться не купаться во время болезни потому что